Эта работа называется «Теория двухступенчатых двухпротонных распадов ядер». Появление двухпротонных распадов очень интенсивно изучается последние годы. Причем там есть громадные продвижения в экспериментальном смысле. Например, научились видеть угловые распределения двух протонов от подношений друг к другу в этих экспериментах. Эксперименты тонкие, интересные, они расширяются с каждым годом, включаются изомерные состояния, возбужденные состояния, деформированные ядра, помимо сферических. То есть возникает громадная сфера очень интересного явления. И вот в этой работе будет обсуждена очень любопытная ситуация, которая здесь складывается. Вот в финале я буду говорить о том, что мы ставим под сомнение эрматочную теорию, теорию связанных уравнений, которые рассчитывают законы радиоактивного распада цепочек ядер, оказывается там упущены определенные члены явным образом. Хотя, когда читаешь литературу по цепочкам распадов, обсуждений, при каких условиях они справедливы, в литературе нет. Так же такая же ситуация возникает и в классических книгах по квантовой механике теории реакции, когда упускаются определенные члены ярко выраженных. И вот мы тоже здесь столкнулись с паразитным явлением, когда группы физиков, которые изучали двупротонный распад, пропустили один класс распадов, которые сейчас мы восстановим. Они называются двухступенчатые двухпротонные распады. Итак, вначале была построена теория однопротонных распадов. Теория однопротонных распадов сферических ядер, теория однопротонных распадов изомерных состояний в сферических ядрах, потом теория однопротонных распадов в деформированных ядрах. То есть это такой большой масштаб работы теоретической, которая хорошо связана с экскреничкой. После предсказания Гальданского начались изучения двухпротонных распадов. Так вот, если смотришь обзорные работы, я буду ссылаться на работу Григоренко, вот на эту работу, в которых сделан обзор в ВЩЕ, 2009 год. Это обзор всех подходов теоретических, ну, экспериментальных ситуаций в двухпротонном распаде. Григоренко выделяет два типа двухпротонных распадов. Первый тип — это так называемый последовательный двупротонный распад, который происходит таким образом. Родительское ядро испускает протон, протонный распад первый, и переходит в промежуточное ядро А-1. Промежуточное ядро испускает второй протон и переходит в ядро А-2. Это двуступенчатый протон-двухпротонный распад. Оба однопротонных распада реальные. Энергии ядер лежат на массовой поверхности. Это два реальных последовательных распада. Потом они говорят следующие слова. Послушайте, какие слова говорятся. Поскольку, допустим, первый распад запрещен законом сохранения. Допустим. То есть не может быть реального первого распада. Поэтому тогда возникает ситуация сразу, так вам одновременным двухпротонным распадом. То есть когда сразу вылетают два протона, и формируется ядро А-2. Но сразу возникает вопрос. А что же нам быть с виртуальными ситуациями? Вы можете прекрасно иметь двуступенчатый распад, когда первое ядро лежит как виртуальный уровень. Не выполняется закон сохранения энергии для первого распада. А закон сохранения энергии выполняется сразу для двух распадов. Вот это полностью упущено во всех теоретических современных схемах. Я после этого посмотрел, а что же в эрматочной теории-то делается? В эрматочной теории все оценки, когда начинаются интегрироваться по формулам, в которых есть энергетические знаменатели, всегда берутся только полюсные члены. То есть все виртуальные состояния полностью игнорируются. Поразительная вещь. Эрматочная теория сидит на ком-то приближении. Берются цепочки. В цепочках делаются последовательные реальные распады ядер. А виртуальные распады могут прийти нам через два распада, через три? Прекрасно могут, но они полностью игнорируются. Таким образом, у меня гигантское удивление было, когда я обнаружил, что потерян целый класс распадов двухпротонных, которые называются, эти двухпротонные распады, которые называются двухступенчатые двухпротонные распады. Под словом «две ступени» мы понимаем, когда происходит первый распад, ядро, которое образуется, испытывает второй распад, возникает ядро, но при этом учитывается не только полюса функции Грина, промежуточного ядра, что дает последовательный распад, а учитывается и виртуальное состояние ядра, к которому мы привыкли в теории возмущения. Когда Т-матрица пишется как В плюс В единица на Е минус НТ, то вторые члены – это та самая известная нам теория возмущения, если энергии не совпадают, с знаменателя и Гамильтониана. Это то, что мы всегда делаем в обычных теориях возмущения. Вот все такие члены опущены и в арматричной теории, и в цепочках, ну и в тех теориях, которые изучали двуступенчатый распад. И вот получается формула. Это теория протонного распада на интегральных формулах. Альтернатива – это R-матрица. R-матрица – это шивка внутреннего и внешнего решения. Там используется теория Мадрина, которая вообще имеет некие связи с интегральными формулами, но косвенные. А в интегральных формулах мы имеем прямо начальную функцию конечной и потенциал перехода. Вот так же мы сейчас будем делать двухпротонный распад. В этой же идеологии. В этой идеологии, значит, вот двупротонный распад описывается вот такой диаграммой. Ратическое ядро. Вот это вот. Испускает первый протон, переходит в функцию Грина промежуточного ядра. А потом промежуточное ядро испускает второй протон и возникает качерний ядро. Функция Грина имеет вот такую структуру. Вот она. Видите, разница энергии начального и промежуточного состояний. А это ширина, полная ширина распада промежуточного ядра. Эта формула построена при тех же условиях, при которых строятся цепочки уравнений кинетических для многократных распадов. Когда ширина распада родительского ядра гораздо меньше ширин всех остальных распадов. Значит, при этом условии вот тут пренебрежение сделано шириной распада родительского ядра и сохранена в знаменателе только ширина промежуточного ядра. Теперь смотрите, в этой функции есть полюсной член, когда вот это равно нулю. И есть не полюсной член, виртуальный член, соответствующий виртуальной ситуации. Тогда из этой ситуации, значит, вот законы сохранения. Смотрите, как они устроены. Значит, если у нас мы работаем на реальных состояниях промежуточного ядра, то есть на полюсе функции Грина, возникают два условия, связанных с законом сохранения энергии. Первое условие. Кинетическая энергия, относительная кинетическая энергия, движение протона и дочернего ядра Т равна теплоте первого распада. Закон сохранения энергии хорошо известен. Тогда сразу автоматически для самого двухпротонного распада возникает закон сохранения энергии такой. Это разница энергии начального ядра, ядра А-2. И вот эта энергия равна сумме Т плюс Т-3. При этом Ку-0 равна сумме Ку-1 и Ку-2. Двух теплот, которые возникают в первом и втором распаде. Это закон сохранения. Вот написано это разница. Вот Ку-0 теплота двухпротонного распада, она равна, вот эта теплота Ку-0 равна сумме теплот первого распада и второго распада. Тогда вот рассчитывая эту диаграмму, мы получаем формулу для ширины распада двухступенчатого, вот по той диаграмме, которая написана. В случае, если Ку-1 меньше нуля, работает только виртуальный распад. Двуступенчатый виртуальный распад через виртуальных состояний. Возникает вопрос, ну а как же быть с трехчастичными теориями? Сделаны трехчастичные теории, в которых три частицы одновременно вылетают из ядра. Эти теории строятся очень серьезным формализмом. Это гиперсферические функции, трехмерные для трехчастиц гиперсферические функции. И делается арматочная теория. Шивка. Ну мы все прекрасно знаем, что арматочная теория для трехчастиц не работает. Понимаете, я не могу найти такого расстояния радиуса канала, при котором взаимодействия ядерные для каких-то пары частиц гасятся. Это известная проблема, ее обсуждает Лейн Томас. И только в совершенно изощренных случаях можно ввести радиусы каналов. И вот об этом Лейн Томас говорят, когда строят распады с образованием арматочной теории для распадов с образованием нестабильной частицы, которая потом испытывает распад. Это вообще не арматочная теория на трехчастичный распад. Так вот, значит, оказывается, что какая разница с этой теорией и с трехчастичной теорией? В этой теории есть одно существенное допущение. Предполагается, что взаимодействие первого протона и второго, который позже вылетает, несущественно. А кулоновские силы дальнодействующие. А если идут параллельно, то и ядерные силы могут сработать. И так приближение этих подходов, это приближение к взаимодействиям между двумя протонами. Если ими пренебречь, эта теория правильная, ничего другого нет. Но если есть взаимодействие существенно, то при каких-то условиях оно может дать дополнительные эффекты к этой теории. Значит, можно написать вариант прямо в этой же схеме. Вот в диаграмме, которую я рисовал. Вот я могу добавить взаимодействие еще вверху между протонами. Во всех порядках теории возмущения. Много волнистых линий. Вот там. И написать волновую функцию двух протонов, взаимодействующих между собой, в поле этого ядра. Не умею сказать, вот тех ядр, которые здесь появляются. Это выход на трехчастичный случай взаимодействия между протонами. А мне скажут, ну как же, первый протон обязательно вылетает раньше, чем второй. Раньше-то раньше первый протон вылетает. Но понятие раньше, какое расстояние между протонами, и нет ли там области ядерных сил. Задачи все подбарьерные, кулоновские здесь задачи. Энергии маленькие, двупротонных распадов, сильная подбарьерность. И ясно, что когда вылетает из-под барьера, там можно плевать на всякие взаимодействия. А вот подбарьером происходит ли какой-нибудь выхода через ди-протон, например. Когда пара идет с моментом нолик относительный, легче преодолевает барьер, чем когда они идут, понятно, независимо друг от друга. Такие варианты появляются вот в этих трехчастичных расчетах Жукова, Григоренко и так далее. Вот в этих вот работах. Но выясняется такая интересная вещь. Они демонстрируют, что это существенно, когда, скажем, вылетают два протона, вылетают в их состояние в феруме 45-м. Это классическое ядро, на котором делаются расчеты. Но потом они говорят, что есть вертекущее смешивание, и к двум Ф-м добавляется П-состояние, 2П. И как только 20% 2П-состояния добавляют, этот эффект исчезает. Вот эффект связан с тем, что выгодно паре выходить с моментом ноль-тилопидипротона. И так вопрос, на самом деле, открытый. И поэтому нужно управлять и рматочную теорию, и цепочку распадов в двух направлениях. Во-первых, двуступенчатые процессы, о которых я говорю, но может случиться, что и трехступенчатый процесс работает. Вы понимаете? Когда в конечный канал можно перейти без образования резонанса промежуточного ядра. Вот А-1 в данной задаче. Это то, что рассматривается в работах Григоренко и всей этой группы. Вот, скажем, распад через частицу, двуступенчатый или трехступенчатый распад. Будьте аккуратны с кум. При малых кум могут появиться виртуальные переходы, которых нет в цепочке. Вот Сегре выписывает эти уравнения, пытается обосновывать их. И это очень серьезная вещь для таких тонких распадов, для дилетантных распадов. Тоже относится к Арматрице. Двуступенчатые процессы в Арматрице без виртуалок и без одновременного валюта описывать нельзя. По крайней мере, строго теоретически. Ну вот, пожалуй, на этом я и закончу свой курс.